Ребята, всем привет! Это мой первый влог из Москвы, после того, как мы вернулись в Москву, из Турции. И он сразу начинается с подарков! Ни для кого не секрет то, что у нас с Кариной выходили пресеты, их до сих пор можно приобрести, кому интересно, кому нужно. Ну и понятное дело, они стоили денег. И я хочу вам показать, на что я потратила кое-какую часть этих денег. Сегодня я купила себе сумку от Dior. Седло, о котором я мечтаю уже года полтора, наверное. Ну ладно, год, пусть будет год, я о ней мечтаю, прям вот думаю, постоянно думаю о том, что она мне нужна, но она такая дорогая, типа что за кошмар, я за эти деньги могу взять две брендовые сумки. И, ну вы знаете, мне всегда тяжело отдавать деньги на такие вещи, потому что я в это не верю. В Турции такая 20 тысяч стоит, ну как бы понятно, да? Прежде чем я вам покажу эту сумку и начну вообще распаковку, я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что именно вы подарили мне эту сумку. Именно вы поспособствовали тому, что моя мечта свершилась, произошла, я не знаю как, в реале теперь. Поэтому спасибо вам огромное, я хочу, чтобы вы знали, что я это очень сильно ценю, я вам безумно за это благодарна. Я понимаю, что иногда кто-то может там подумать, вот вы на нас там деньги, делать еще что-то. Ну мы уже об этом говорили много раз, что мы же никого не заставляем, а те, кто сами захотели, да, купили. В принципе, большое им спасибо за то, что нам доверились, за то, что им нравится тот продукт, который мы выпустили. Ну и, конечно же, огромное спасибо этим людям, потому что они подарили мне сумку. Конечно же, я ее уже видела, да, в магазине, но я ее еще не видела, когда ее вот как распаковывать, я не знаю как, я очень надеюсь, что там есть какая-то классная коробка, а не просто пыльник. Ну, я думаю, что 100% наверняка. И сейчас я вам покажу то, что вы мне подарили. Вот такой вот пакет мне дали. Сегодня прям ездили в ЦУМ со Славой. В общем, внутри все вот так. Тут какая-то штучка, ну, просто мешок какой-то. И вот такая коробка, вау. Ну, блин, на самом деле, ну, упакована и упакована, ну, как обычно. Раздираем. Вот она. Я не знаю, куда с ней ходить. Этот мусор мне не нужен. Тут какой-то конверт. Тут, ух ты, смотрите. Тут паспорт этой сумочки, я так полагаю. Это какой-то паспорт. Судя по всему, это просто какая-то чушь. Но здесь прям лежит, видимо, какой-то специальный номер от этой сумки. У каждой сумки, наверное, есть свой номер. Это чтобы не было такого типа подделка и все такое. Ну, типа не паленка. Я клянусь, в Турции 20 тысяч такая стоит. Я узнавала. Мне было очень интересно. Так что вот она. Прелесть моя. Ну, мне кажется, это лучше с какими-то топиками прям. Вима, ты посмотри, Вима, посмотри. Вима, ты видишь? Ты видишь? Из Италии. Итальянская. Итак, сколько же стоит вот эта чудесная сумка? Вот это моя мечта. Я даже не понимаю вообще о том, что я об этом мечтала. Это настолько странно. Получить такую сумку, которую ты год мечтаешь. Ну, в общем, не знаю. Вроде обычная, да. Я даже знаю историю про эти сумки-седло. Что они вообще были ни о чем ски. Никому не интересны, не нужны. Потом просто Диор взяли, подарили каким-то топовым блогерам эти сумки. Ну, не русским, а американским блогерам каким-то. И типа все начали в них ходить. И это стало просто топом. Ну, это я слышала такую историю. Я не знаю на 100%, да. Ну, короче. Вот ее цена. Так что вот, мои хорошие, что у нас тут внутри? Открываем. Она достаточно тугая. Кстати, черные сумки там есть чуть ли не в 4-3 разных видах кожи. Этот такой зернистый немножко. И я сначала хотела взять гладкую. Видите, какая текстура? Я хотела взять гладкую, но оказывается на гладкой будет видно какие-то царапины от ногтей, еще что-то. А на этой нет. Я прям спросила в магазине консультанта, типа, какие чаще берут, какие лучше. Ну, в смысле, какая вот из черных, да, лучше. Там еще была лакированная. Но мне лакированная не нужна. Мне хотелось что-то такое, ну, типа повседневное. Внутри не очень-то много места, но для того, что мне нужно в повседневной жизни, достаточно. Ну, типа, мне хватит. Блин, ну да, так видите, что с этим, с топиком каким-то намного круче выглядит. Но это уже более такая, мне кажется, менее универсальная сумка, нежели те, которые вот до этого у меня были от брендов. Это самая дорогая сумка теперь у меня. А еще посмотрите, какие цветочки мне сегодня подарила подписчица моя, которая выиграла у меня в розыгрыше платье. Мы с ней встречались, я ей передавала платье сегодня, и она подарила мне цветы. Так мило, вообще. Посмотрите, какой идеальный набор у меня сегодня. Спасибо вам огромное. Просто я искренне вам безумно благодарна, потому что без вас у меня бы этой сумки не было. Я это осознаю и благодарю вас тысячу раз. Те люди, которые покупали наши с Кариной пресеты, когда вы будете видеть мои фотографии в Инстаграме с этой сумкой, напишите о том, что, о, вижу свой подарок для Юли, потому что это реально ваш подарок. Я купила эту сумку на деньги, которые пришли с пресетов, и я вам безумно благодарна. Ребята, всем привет! Новый день. В этом блоге их будет много, я думаю, потому что у меня очень плотный график последний. месяца два, мне кажется. В общем, как закончился карантин, как все более-менее начали работать, я просто, как папа Карла Пашу, реально, я даже устала очень сильно. Но я счастлива, знаете, я всегда говорю, лучше пусть будет много работы, куча заморочек, чем я просто буду лежать на диване. В общем, мой лук. Сейчас мы отправимся на концерт Клава Коке, и я думаю, что будет круто. Это еще не весь мой лук, не законченный, вы знаете, что нужно добавить. В общем, ребят, мы приехали на парковку, вип-парковку Клава Коке для гостей Black Star. Ну и мы тоже здесь затесались. А, кстати, я переоделась много раз. Вот так это выглядит. Так что сейчас пойдем, я надеюсь, что не придется идти через улицу, потому что фокуса нет, потому что я легко одета. Вот такой вот в итоге у меня лук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня здесь собрались в условиях психзапретов, пандемии и всего остальное. Сегодня только вы и только я, и все это состоялось. Давайте пошумим, ребят! Офигеть, как круто слышать ваши аплодисменты. Скажите мне, кто сегодня пришел не один? А кто приехал один, чтобы уехать со мной? Серьезно? Привет, ребята! Новый день, как всегда. Господи! Честно, я немножко устаю. Наверное, больше, конечно же, морально, потому что у меня немножко в голове не укладывается, как мне все успевать. Я понимаю, что так жестко и так тупо жаловаться. Я не жалуюсь, я просто благодарна жизни за то, что у меня нету свободного времени. Сейчас я еду за Надей, и мы с ней вместе поедем в центр. Не гулять! Сегодня у меня встреча будет с четырьмя девочками, которые победили в моем конкурсе в розыгрыше на платье. Вот, с одной я встречалась недавно, потому что ей неудобно было в воскресенье. Ну, короче, так вышло, что на самом деле очень сложно всех собрать. Я понимаю, что, наверное, может быть, хотя фиг знает, было бы круто, если бы я с каждым отдельно встретилась, но это немножко мне неудобно. И если бы у меня было много свободного времени сейчас, я бы это сделала без проблем. Причем самое интересное, что я должна была с ними встретиться до того, как улетела в Турцию, но из-за того, что я о Турции узнала буквально, типа, за несколько дней до отлета, ну, я понимала просто, что я вообще с ума сойду, я ничего не успею тогда. И лучше я с ними встречусь с кайфом уже, когда вернусь. Получается, когда я вернулась, я ждала результаты теста на коронавирус. Кстати, не обнаружен, все нормально. Итак, ребят, я дома, и хочу вас познакомить с моим новым помощником. Точнее, не знаю, кто это помощник, не помощник. В общем, я тут делала распаковочку, потом, короче, решила поменять постельное белье, и первый раз в жизни мы будем спать на реально выглаженном чистом белье... Не, ну, чистом всегда чистое, но именно все такое выглаженное, знаете, будет аккуратненькое, как в отеле. Потому что я никогда не глажу постельное белье, для меня это просто убийственно. Но с отпаривателем это просто благодать. Сначала я постелила простыню, прошлась полностью, по ней отпарила ее. Посмотрите, какая красота. Обычно у нас все мятое, просто как из... Наволочки тоже. Кажется, вот так приятно, вот я прям трогаю так гладенько, так приятно. Теперь я понимаю, почему в отелях так клево спится, потому что там все гладенькое, а не то, что вот это, посмотрите. Сейчас я буду все это отпаривать. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня я делала себе новые реснички Ване Ключко, и у меня каждый раз после процедуры глаза в шоке. Я думаю, что, наверное, это из-за клея. Мне не щипет ничего такого, но просто иногда они у меня либо слезятся, но чаще всего я просто начинаю хуже видеть. Это звучит страшно, но мне кажется, что это либо из-за испарения, который дает клей, все нормально, это типа проходит буквально там к вечеру уже, я обычно просто делаю утром процедуры наращивания, и к вечеру уже все классно, но просто вот почему-то всегда так. И я сегодня тоже у мастера спрашивала, типа, может быть, это из-за того, что свет мне долго светит на глаза, да? Она сказала, что да, может быть, но может быть еще из-за клея. Кто не в курсе, сегодня у моего брата день рождения, ему сегодня 18 лет, и я поеду его поздравлять, надеюсь, что он будет дома. Надо, кстати, у мамы вообще-то спросить, что по плану сегодня. Я хотела вам задать вопрос. Вот верите ли вы в то, что мысли материальны, и то, что вы загадываете, случается в вашей жизни? У меня такое очень часто. Я очень часто визуализирую себе, о чем-то мечтаю, и я знаю, есть такая тема, типа, как мироздание, знаете, которое дает тебе что-то, то, что тебе нужно, то, что конкретно тебе необходимо. Я знаю такую фигню, что вот даже касательно денег мне рассказывают, что мироздание тебе дает столько, сколько именно тебе нужно. То есть тебе мироздание дает именно на тебя. Ну, я не знаю, как это работает, но это как энергия. То есть тебе мироздание, ну, допустим, да, это, конечно, может быть взрывмонгой какой-то, но представим, вот мироздание берет и дает вам определенное количество энергии, которое вы там потратите, да, эту энергию на свои какие-то дела. Но тут приходит кто-то из ваших друзей, знакомых, там, не знаю, говорит, слушай, сделай сегодня мои дела. И вот ты начинаешь делать чужие дела и тратишь эту энергию не на себя, а на кого-то другого. И, например, на следующий день вы просыпаетесь, а у вас там очень сильно болит нога, или вы там, не знаю, простудились, не дай бог. Ну, это, грубо говоря, знаете, такой пример. Верите ли вы в такое? Как исполнить свои мечты? Я знаю, что этот вопрос терзает многих. Меня тоже, я постоянно тоже думаю, ну как, как? Я об этом мечтаю? Ну, блин, я примерно знаю, как исполнять свои мечты. Просто берешь, ставишь себе цель и идешь к своим мечтам. Но также я считаю, что необходимо включать свое подсознание. Вот то, о чем я как раз-таки говорю, что мало того, что просто вот ты каждый день вот идешь куда-то, да, то есть нужно еще визуализировать. И мне кажется, что очень многие успешные люди, они именно так тоже приходят к своему успеху. То, что они работают над своим подсознанием. И я знаю одну очень милую девушку. Ее зовут Маша Смирнова. Она отучилась в Стэнфорде, в США, прикиньте. И она как раз-таки переворачивает сознание своими научными методиками. Короче говоря, она показывает, как своим подсознанием управлять своей жизнью, как наладить финансовые моменты только благодаря своему подсознанию, как найти гармоничные отношения, не знаю, в свою жизнь любовь притянуть. Короче говоря, она просто учит людей исполнять свои мечты. Точнее, она рассказывает и показывает, как можно исполнить свои мечты. Поэтому, если вы вдруг не знаете, как исполнить свои мечты, и вообще, что для этого нужно, то советую обратиться к Маше. Все, о чем вы мечтаете, все, к чему вы идете, вы можете получить благодаря Машиной методике. Конечно же, я захотела проверить на себе, чему учит Маша. И оказалось, что у нее есть онлайн-тренинг. И специально для моих подписчиков он пройдет бесплатно. И на нем Маша научит вас, как развивать свой успех в финансах, в отношениях и абсолютно любых других сферах, которые вас волнуют. Я очень сильно верю в наше подсознание и то, что оно работает. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что в моей жизни было огромное количество таких моментов. Да даже, блин, да даже встреча со Славой, я считаю, что это просто вот мое подсознание. Потому что до того, как мы с ним встретились, я реально постоянно думала о том, что я хочу, чтобы в моей жизни появился человек, который будет меня любить, которого буду любить я. Называйте это как хотите, но в моей жизни очень часто происходят такие моменты, и я знаю, что это именно работа с подсознанием. Если вдруг вам стало интересно, я рекомендую вам не упустить шанс получить такие знания, тем более, что абсолютно бесплатно. Именно поэтому я оставляю ссылку в описании к этому видео. Как только досмотрите мой влог, надеюсь, что вы зайдете, зарегистрируетесь и посмотрите тренинг. Я буду очень счастлива, если вы сможете работать со своим подсознанием и делать в своей жизни то, что вам по кайфу, и исполнять свои мечты. А если честно, я в это даже больше верю, чем вот в какие-то моменты физические. Типа, знаете, кому-то прийти и что-то просить. Я не знаю, грубо говоря, я очень сильно хочу, чтобы у меня был какой-то классный проект. Я начинаю писать всем менеджерам, дайте, дайте, мне нужно, дайте, дайте, никто ничего мне не дает. Но как только я начинаю прорабатывать это в своей голове, визуализировать, представлять какие-то проекты, представлять, я не знаю, на те же деньги, которые пойду и потрачу потом на что-то, о чем я мечтаю, или куплю что-то своим близким, родным, смогу купить хороший подарок, я просто понимаю, что вот тогда ко мне это приходит. Я уверена, что многие из вас со мной согласны и тоже в это верят. Напишите обязательно об этом в комментариях, верите вы в такое или нет. Типа как общение с космосом. Каждый это называет по-разному, но мне кажется, что это именно вот наше подсознание, и мы притягиваем к себе такие вещи. И я, вы знаете, с психологом работала не один раз. И я просто понимаю, что есть такие вещи, которые мы можем притянуть к себе. И это может быть как хорошее, так и плохое, поэтому нужно обязательно управлять своей головой, понимать вообще, о чем вы там думаете и мечтаете, потому что можно к себе такое притянуть, что капец. Мама мне написала, что Гоша придет из института в 7 часов. Кто не в курсе? Я уверена, что вы все в шоке. Вы помните моего брата Гошу маленьким, хотя уже многие, я думаю, видели его взрослым. Ну так, в общем, он закончил школу, поступил в институт, и сегодня ему 18 лет. Я просто в шоке. Мне кажется, для моей мамы это вообще взрыв мозга, потому что уже два ее ребенка совершеннолетние. Мне даже не верится. Теперь Гошан сможет спокойно пойти и купить себе пивка. На самом деле, я не знаю, любит Гоша пиво или нет, потому что мы не живем вместе, и он очень взрослый, у него девушка есть, ну, сами понимаете. А, вам наверняка интересно, что я ему подарю. Уже второй раз на его день рождения я дарю ему часы. Не потому что я сама решила, у меня плохая фантазия, а потому что я спрашиваю всегда у Гоши, что ему подарить, потому что я ненавижу дарить, типа, такие подарки, которые человеку не нужны. Например, у меня сначала была в голове идея подарить ему карт-холдер, типа, он такой взрослый. Плюс он сейчас учится вождению, там вот это вот все, с инструктором занимается, в автошколу ходит, и я подумала, блин, ну вот нужен ему карт-холдер, за счет, ну, быть такой крутой, доставать из этих джинс-карт-холдер, там, карточка, день, ну, короче. Я думаю, ему такое подарить, но я ему написала, типа, что ты хочешь? Я лучше подарю ему то, что он реально хочет, и он сказал, давай часы, потому что как-то я ему дарила часы, я уже забыла, какого у них были цвета, но, по-моему, они были темные, или что-то типа, короче, какие-то черные они были, темные. И в этот раз он мне написал прям, вот я вам даже зачитаю, его пожелания по поводу часов. Пишет мне, значит, Гоша, какие часы он хочет. Я говорю, блин, ну ты скажи, какой цвет, ну, чтобы тебе по кайфу было, чтобы, ну, ты мне не говори, какие фотки уж не присылай, но просто, чтобы примерно, чтобы тебе точно понравилось, чтобы к одежде подходило там, не знаю, к чему тебе надо. Мне нравятся джи-шоки, типа, таких, которые ты мне дарила, только не черные, можно белые, или какие-нибудь прикольные, красочные, и не камуфляжные. И если часы, то не надо, чтобы они были солидные какие-то, как те черные. Хоть желтые часы можно взять, только не черные. Вот что мне написал Гоша. Думала, подождите, не черные, не камуфляжные, можно яркие, чтобы не были не какие-то там солидные такие, чисто пацаны и туси на районе. И я думаю, идеально. Я увидела эти часы и подумала, что это просто идеальный вариант, потому что они реально очень классные. Сейчас покажу. Кайф же, да? Прям даже хочется самой померить. Но они такие прям молодежные, но при этом такие яркие, классные. Я предвижу все ваши сообщения о том, что нельзя дарить часы. Поэтому готова сообщить вам о том, что я это знаю. Я их ему не буду дарить. Я попрошу у него за них деньги. Типа рублей 10, знаете. Это как бы будет считаться, что он у меня их купил. Вот такие часы. Напишите в комментариях, как вам. Мне очень понравились. Ну, реально классные. То, что они такие яркие, оранжевые. Кстати, под мои ногти идеально. Ну, для меня это очень массивное. Я такое не ношу. Там есть женские еще такие варианты. Как думаете, 18-летнему пацану понравится? По крайней мере, я реально очень надеюсь, что ему понравится. Я скидывала фотку маме, ей очень понравилось. Он говорит, вообще классный. И она думает, что ему понравится. Но пока я ему их еще не подарила, я не знаю, понравится или нет. Я вам уже показывала вот эту вот штучку от Tefal. Гладильная доска с утюгом-отпаривателем. Ну, это просто, просто взрыв мозга, ребят. Я просто в восторге. Вот реально. Настолько мне нравится, что я балдею. Вот, сегодня мне нужно заехать к папе на работу, кое-что у него забрать, то, что потом нужно отвезти на дачу. А еще мне нужно посмотреть по своему графику, потому что либо завтра, либо послезавтра я буду заниматься вместе с Пума. А, фух, в пятницу. Потому что занятия в 10.30. Ну, мне как бы норм. Я сегодня в 10.30 встала, но легла поздно. Я вообще стараюсь сейчас рано вставать, потому что иначе я вообще ничего бы не успела, если бы не вставала рано. А у меня просто жесть. Какие активные денечки были. Я безумно от всего вот этого устала. Я думаю, вы заметили у меня в Инстаграме, что было очень много разных тем, психологических, еще что-то. И нужно сделать перерыв, я считаю. Нужен отдых от этого всего психологического. Ребята, честно, у меня так плохо сейчас видят глаза, что я даже не уверена, что я в фокусе. Это просто кошмар. А еще у меня сегодня какая-то странная аллергия. Во-первых, у меня вот здесь сильно чесалось, вот сюда покраснение какое-то пошло. и сейчас у меня треснула губа как будто бы из-за сухости. Я вообще в шоке. Я в шоке. Недавно я купила пилинг какой-то типа домашний. Ну, не домашний, а типа профессиональная косметика. Ну, якобы я сама могу им пользоваться. Сама дома, в домашних условиях могу пилинг себе делать. И я, короче, себе его сделала. Пока никаких результатов не вижу. Кожа у меня ужасно вот здесь испортилась, что просто дно. Паршиво. Я не понимаю, я фокусиве нет. Если нет, то простите. То значит, вы будете видеть меня так же, как я сейчас вижу все остальное. Я собрала вчера кучу всего, кучу косметики, кучу сумок, рюкзаков, вообще всякого-всякого, того, что я не ношу, повезу маме домой. Пусть они там разбираются, что с этим делать дальше. Либо то, что им нравится, сами будут носить. Не знаю. Ну, косметика сто пудово, там дофига классной, реально крутой косметики, которая просто, ну, мне не нужна, не подошла. Тем более, помните, я недавно снимала видео, то, что мне присылали с iHerb, ну, косметика, которую я заказывала, и там был не мой тон, тональника, и как раз я его тоже везу моей маме. Привет, ребята, я знаю, что часто вас интересует вопрос моих волос, как они у меня такие объемные, еще что-то, и рассказываю. Во-первых, у меня свои волосы густые, ну, хорошие, я ими очень горжусь, особенно сейчас, когда они у меня свои, без нарощенных. А во-вторых, иногда, ну, достаточно часто даже, я использую прикорневое гофре, у меня вот такая штучка. Это, наверное, не для прикорневого, но мне очень удобно такое делать, и она намного быстрее справляется. Раньше у меня была такая маленькая, прям реально для прикорневого, знаете, и она вообще очень мало захватывала волос, и очень долго я с ней сидела. А с этой за 10 минут можно сделать офигенный объемтик. Конечно, это портит волосы, и у меня часто бывают, они отрываются, ну, в смысле, отрываются, видно, что маленькие торчат, короткие, которые обломились. Нужно просто аккуратненько, сильно не передерживать, зато результат офигенный. Я, честно говоря, не могу без прикорневого гофре. Единственный плюс нарочных волос был для меня, что я не делала прикорневое гофре, из-за того, что так очень много волос дополнительно, несмотря на то, что мои тоже густые, ну, все равно, я думаю, вы понимаете, что хочется иногда побольше объемчика. Можно, конечно, зачесывать, но я такое не очень люблю. А еще, прикиньте, недавно я купила шампунь, меня, походу, в магазине обманули. Я зашла в магазин профессиональной косметики и купила там шампунь. Мне сказали, что офигенно для роста волос, ну, просто пушка, типа, через полгода вообще рапунцель буду. В итоге я им помылась, и вчера у меня была какая-то аллергия, помылась я им не вчера, кстати, а позавчера, и у меня ухо было, блин, бордовое, и вот здесь кожа, вот прям гладишь, и она прям вот отваливалась, такая сухая была. Короче, кошмар. Вчера я помыла голову уже своим обычным шампунем, и все было хорошо. Вот, в принципе, что получилось. Ну, вы особо не видели до, но так я обычно и хожу. У меня вот такая покупала лет сто назад, мне вообще кажется. В общем, я рассказываю, какой сегодня план. Сегодня у меня типа как свободный день, ну, как сказать, типа выходной, но в этот выходной, так называемый, у меня нет никаких встреч, съемок, нет никаких срочных моментов, которые нужно уладить, никаких праздников, на которые я должна поехать. И поэтому сегодня я хочу сделать дела, которые откладывала. Мне нужно съездить в агентство, забрать кое-какие документы, и там они находятся в центре, как раз я хотела сделать фоточку. Мне недавно прислали тумуд одежду, вот, и я хочу сделать фотку, во-первых, с новой сумкой, вы знаете, я ее купила, в самом начале влога об этом у нас было сказано. Сразу, пожалуйста, извините меня за то, что видео такое, получается, обрывистое, наверное, и непонятно, что за дни, что за куски. Прям вот извините, по-братски, я сейчас стараюсь войти в какой-то ритм, в какой-то темп, влиться снова в жизнь влогов, и мне это немножко тяжело дается после такого перерывчика. Ой, ну, я думаю, что все наладится. Из-за этого шампуня у меня чешется немного голова сзади, вот прям чувствуется сухость какая-то, ну, мне так кажется. И меня это так раздражает, что просто кошмар. Конечно, я больше мыть не буду, но он, по-моему, стоил прям вообще нормально так. Что-то дофига он, короче, тысячу точно он стоил, знаете, это прям не смешно. А ухо у меня вот тут вчера было бордовое, оно просто вот так вот делаешь, и кожа отлезает. я думаю, капец. Давай, вставай. Вставай, кому будет. мне прислали костюмы стумуд. Это штаны в размере S, и они мне очень велики. просто капец как. Есть варик, наверное, их поменять. Блин, ну это реально жесть. Ну, ладно. Либо я их поменяю, можно, конечно, подшить, что-то такое придумать. Либо просто ходить с ремнем и с этим пиджаком, потому что он с пиджаком идет. Я просто очень сильно хотела темный костюм. У меня есть темно-коричневый, который мне просто изумительно идет, подходит, но мне вот хотелось еще такое что-то типа черное или темно-синий. Что-то в идеале вот так вот, да, было бы. Если снять ремень, то вот здесь у меня штаны будут висеть вообще. Вчера я разбиралась в своем столе с косметикой, наводила здесь порядок. Вот как у меня сейчас тут все выглядит. Тут кисточки, я вчера все помыла, сегодня, правда, я уже пользовалась, но я обычно их вечер мою. Вот. Что тут еще? Крем, штучки всякие. Это я всегда мою только перед нанесением. Не знаю, правильно ли ты или нет. Мы вышли из дома, выехали и заехали в Макдональдс. Конечно же. Шесть наггетов, соус кисло-сладкий. Да, давайте два кисло-сладких. Два сырных. Ребят, представляете, что только что было, мы стоим в такой типе пробки, ну, медленно очень едем в центре, и я вижу, что перед моей машиной лежит голубь, но он живой, и у него что-то с крылышком случилось, и он не может ни взлететь, ни отлететь, ни отойти куда-то. И я, короче, остановилась, потому что я не поняла, где он вообще, и из соседней машины вышел мужчина, и взял его на ручки и убрал с дороги. Знаете, это вот эти вот картинки, когда, типа, как хорошо, что-то есть такие люди на свете вообще, короче, капец, грустно очень. Очень душно, кто-то обещал, сегодня дождик, в 2 часа дня, сейчас 23 градуса тепла, духотище, вот нам прям жарко в машине, никаких кондиционеров, правда, мы не включаем, но с открытыми окнами едем, странная погода. Итак, ребят, все, мы уже дома, уже потемнело, уже вечер, мы съездили в магазин за продуктами, но мы особо много ничего не покупали, чисто хлебушек, лаваш, молоко взяли. План у меня такой, я собираюсь пожарить один стейк, который мы со Славой поделим пополам, и пожарить наггетсы, обычно нам хватает, короче, тут 13 наггетсов обычно, и Славе я кладу, получается, 7, себе 6, и нам вполне хватает вообще наесться с кайфом, ну, плюс у нас там еще салатики, еще что-нибудь, еще что-то, сыр, хлеб, лаваш. Вот, сегодня я сделаю стейк, потому что он один, так выяснилось, что я заказала один, видимо, попробовать, я не знаю что, и я, короче, поделю его напополам, ну, потом уже, когда он приготовится, и также сделаю наггетсы, у нас будет такой мульти ужин, с кучей всего, я безумно голодная, просто умираю с голоду, потому что сегодня мы покушали макдональдс, и это было, честно говоря, вообще никак, что-то я как-то и не наелась, и не насытилась, в общем, не до понимания. Буду вам показывать, как приготовить стейк, на самом деле, очень легко, я просто в шоке, не знаю, в курсе или нет, но я просто обожаю стейки, и теперь я могу их кушать дома, столько, сколько захочу. Самое классное, что они очень долго хранятся, и я просто в восторге от этого. Соль, вот такой перец, у меня нет, нет, у меня есть молотый, но я хочу вот этот, и я, знаете, что с ним делаю? Я его высыпаю, все, никак не могу найти, купить такую, знаете, специальную штучку, которую крутишь, вот так вот крутишь, и оттуда перец, вот этот, высыпается классный. Не знаю, где купить, блин, посоветуйте в комментах, пожалуйста. Ну это, наверное, не с перцем можно сразу купить, а просто засыпаешь сюда любые приправы. Чисто по старинке. На самом деле, много не надо, солим. вот так вот беру, не буду сильно много делать, потому что в тот раз, мне кажется, я немножко переборщила с перчиком, даже не знаю, зачем я столько высыпаю. Значит, следующий этап я беру и не в кастрюлю, ой, не в сковородку наливаю масло, а натираю им стейк. И кладем. Каждые 2 минуты нужно переворачивать. Ребят, напишите в комментариях, кто тоже любит наггетсы. Я их обожаю с кетчупом, вообще, как семечки их кушаю, блин. Итак, ребят, немножко не удалось у меня мясо, оно очень тяжело прожаривалось, поэтому оно такое черное, но зато внутри нет крови, прям как надо получилось. Ну, пофиг, я не расстроена. Есть еще наггетсы, кетчуп, салат, сыр, лаваш. Это мой любимый салатик мимоза, мама вчера взяла после Дарегоши. Так что мы будем кушать. Спасибо большое, что смотрели этот влог, надеюсь, что он вам понравился. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, и постараюсь как можно больше снимать влогов. Всех люблю, прицелую, обнимаю. Всем пока!